Всем большой привет! Ну вот, я только что сняла с моего станочка раму с моими волшебными часами. Вот так она у меня будет храниться немножко. Я, конечно, заверну в полотенце и будет храниться в шкафу до новой встречи с этим процессом. И я уже подготовила. Следующий процесс не подготовила, только достала папочку. Вот в таких папках у меня хранятся мои начатые процессы. Это большая глубокая папка на вот таких резиночках. Очень оказалась удобная организация. И вот хочу тоже порекомендовать девочкам, если у кого много процессов, посмотрите, как удобно можно все складывать и все видно. То есть вот эти папки, они у меня стоят вот так, стоя на нижней полке. И я вижу, какой процесс, подхожу и спокойно беру нужную мне папку. Вы, конечно же, догадались, о каком процессе сейчас пойдет речь. Это чарельная мыть, часть клубникой, работа в смешанной технике. И вот так у меня выглядит моя канва. Я здесь немножечко поработала, повышивала. Вышилась замечательная баночка с прекрасным вареньем клубничным. Немножко я сделала вышивку фона, тени. Клубничка здесь, где вы видите, контур будет вышиваться бисером. Бисер я оставляю на потом. Сейчас хочется немножко мне повышевать и продвинуть эту работу. Ну, насколько я смогу. Вот такая картинка еще раз поближе покажу вам. Очень-очень мне нравится. Это чайничек замечательный. Чашечка. Милый сюжет. В общем, я приступаю к этому процессу. Вышивается он легко, так показала практика. Вышивается он ниточками ПНК, имени Кирова сложением в три ниточки. Это еще, наверное, старое производство ниток. Но все очень красиво ложится, без проблем. Все замечательно. Здесь, значит, еще раз покажу. Клубничка, чашечка и лимончик вышиваются бисером, а все остальное ниточками. Вот мне сейчас нужно вышить, перебраться на этот уголочек и вышивать баночку с чаем. Начать вышивать чайник. Вот это вот у меня такая сейчас как бы цель. Ну, а что получится, вы увидите уже в моем следующем отчете. Поэтому не прощаюсь. Увидимся через секунду. Еще одно маленькое включение. Просто хотелось показать вам мой станочек, как он быстро у меня преобразовывается и превращается из большого в маленький. Вот моя работа уже натянута. Схемка подготовленная. Схемка здесь, кстати, глянцевая, не очень удобная. Но она простая, поэтому нет необходимости делать копию или зачеркивать. Вот такую вот у меня есть мой помощник. Это органайзер Дубко. Сюда я паркую мои иголочки. И вот на планшетке, череномыть, вот написано, вот такие ниточки. Нитки здесь разной длины. Они не очень как бы красиво себя ведут, потому что одна длиннее, другая короче. Ну, как-то так странно их тут нарезали, навешали. Ну, ниточки яркие, сами по себе красивые. Вот. Выложатся хорошо, но просто они вот на органайзере мне не нравятся. Каким-то они таким пучком. Процесс я себе, в общем-то, организовала просто и очень удобно. Весь бисер, пока у меня хранится в пакете, я еще его никуда не пересыпала. Это уже будет у меня попозже, когда закончится, естественно, вся вышивка. Ну что, девочки, иду вышивать и увидимся в следующем включении. Еще несколько дней, моих вышивальных дней, и моя работа подросла. Даже, я бы сказала, больше, чем я ожидала, потому что я думала, ну, я вышью вот баночку с чаем, немножко что-то здесь, и все. А у меня получилось практически вышить чайник. Чайник. Ну, осталось нашить совсем чуть-чуть у чайника вот носик и крышечку, и будет готов чайничек. Очень мне нравится результат, который получается. Особенно я люблю, знаете, ну, наверное, как все женщины, чайнички, чашечки, баночки, вот эту кухонную милую тему. И, наверное, поэтому этот сюжет меня привлек своей такой домашней тематикой. Причем вот здесь вот на обложке сзади еще будет цветочек, это герания. Я очень люблю герани за их неприхотливость и за их живучесть, потому что, ну, тяжело ухаживать за цветами, не хватает внимания. А вот этот цветочек, он всегда радует цветением и зимой, и летом. И люблю я, в общем, геранию. Неприхотливый этот цветок. И очень-очень пышный у меня, особенно по весне, такие кусты огромные вырастают. Я вам как-нибудь покажу. Вот. И, в общем-то, как я сказала, результат мне очень нравится. Вы видите, здесь остались силуэты для зашивки бисером, клубничка, чашка и лимончик. Наборчик называется «Чай с клубникой». Ну, вот, чаечек, да, и клубничка, варенье. Вот здесь, в этом месте, у меня здесь было какое-то закладованное место. В пяти крестиках запуталась, много раз выпарывала, перешивала. Ну, наверное, потому что схему я не отмечаю, она глянцевая. И как-то немножко подзабылись места, которые у меня были оставлены под зашивку. И как-то я тут немножко застряла. Ну, а потом все пошло очень легко, хорошо. Схема легкая, вышивается все на ура. Есть единственное «но», которым я хотела вам еще раз пожаловаться. Это вот эти ужасные нитки. Вот так положу. Ужасные. Вот, как они есть, так положу. Я их не могу распутать. Хочу вам их показать. Здесь нитки ПНК старые, которые были вот тоненькие. Тоненькая ниточка. Они здесь сделаны очень длинные. И так как нитка тоненькая, она не вытаскивается с этой планшетки. Эти нитки постоянно путаются. Вышивка идет в три нитки. Пока три огромные нитки вытащишь, что ты с ними сделаешь. Но это вот в первый раз у меня в наборе, и действительно я вот нервничаю из-за ниток. Результат, да, мне нравится. И вышиваться, хорошо ложаться. Но вот что, пока их вытащишь, пока их сделаешь, планшетка тоже вся перервалась. Нитки вот видите, какие они. Вот такие. Просто хочу дошить эту работу и выбросить этот пучок, чтобы больше мне на глаза не попадался, и больше бы его не видеть. Причем у меня одна нитка уже закончилась. Вот, казалось бы, что им жалко было положить на одну нитку больше. Ну, так как здесь ПНК, у меня есть ПНК ниточки, конечно, нового производства. Ну, ничего. Вот, я нашла этот цвет и добавила его, использую. По-моему, будет еще использоваться этот цвет немножко на крышечке, совсем чуть-чуть, и все. Его мало. Но, тем не менее, нитки мне не хватило. Да, конечно, выбрасываю в некоторых моментах большие куски, потому что нитка рвется. Тоже с ней что-то случается. Но не думаю, что прям я много так выбросила, что из-за этого мне не хватило. Вот. В общем-то, я очень рада, что работа продвинулась. Еще хотела бы сказать, что и канва здесь тоже мне не очень нравится. В общем, материалы здесь на троечку. Не получаю я прям удовольствие от материалов. Я получаю удовольствие от процесса и, самое главное, от результата. И, знаете, вечером, вот я уже когда вышью какой-то фрагментик, да, вот так вот стоит станочек, и я люблю посидеть, немножко полюбоваться. Вот как что-то, какой-то фрагмент когда-то шьется, особенно со стороны. Так красиво смотришь, любуешься. Особенно вот этот чайничек. Он мне так нравится. Так хочется его погладить, хочется на него смотреть. Очень уютный, красивый. Баночка с чаем. Ну, все здесь мне нравится. Сам сюжет мне очень-очень нравится. Такой вот домашний, хороший. Вот. Ну, что. Я повышевала мне. Душу, как говорится, отвела. Поработала с этим процессом. Получила быстрый результат. Потому что для меня это хороший, быстрый результат. Вот. Отшился вот такой кусок за несколько дней. Ну, у меня сейчас и время есть. Могу посидеть несколько часов. Так хорошо. Четыре часа, пять часов могу повышевать. Поэтому и результаты у меня сейчас хорошие. Вышивки двигаются. Вот. И, знаете, у нас сейчас поменялась погода. Из жаркого-жаркого лета у нас сейчас подул такой ветерок. Теплый, осенний. И, вот знаете, хотя еще и жарко и на море ездим, а уже чувствуется, что скоро идет осень. И мне вспомнился один замечательный мой процесс, который у меня тоже начался. И я думаю, что это самое-самое время перейти к другому процессу. Поэтому чай с клубничкой у меня откладывается на некоторое время. До нового вдохновения. А я буду сейчас готовиться к новому процессу. Так что мы с вами увидимся в новом видео. Я желаю вам хорошего настроения. Ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok